Всем привет! С вами проект SoulFinder и сегодня у нас в студии самая благожданная новинка. Это кроссовки Nike Airy 8. Положили восьмерку горизонтально, получили знак бесконечности и назвали Nike Airy Infinity. Бесконечно долго. Мы ждали пока Кайри Ривинг сделает прививку и пока мы получим его кроссовки в России. Конец февраля вместо октября 2021 года я держу их в руках и, честно говоря, не жалею о том, что я так долго их ждал, потому что эти кроссовки оказались намного круче, внимание, я говорю об этом заранее, намного круче, чем я себе мог представить. А вы знаете, что я уже здесь не первый день и меня эти кроссовки очень сильно удивили. Для того, чтобы понять в каких аспектах они меня удивили, вам придется посмотреть все видео, потому что все будет разложено поэтапно. Первое. Ценник этих кроссовок вырос до 12 300. 12 300 в России и версия Nike by you за 15 300. Я добавил ссылочку в описании, ссылка на официальный сайт, где вы можете поконструировать эти кроссы, попробовать их сделать в цветах под себя, под свою форму, любые цвета. Это сервис, о котором мы еще чуть позже поговорим. Не в этом видео, а в отдельном видео. Это сервис, который пока еще работает на территории Российской Федерации и им можно пользоваться, если кроссовки вам нравятся, но вы хотите немножко доплатить за эксклюзивность, какую-то индивидуальность. Тем не менее, кроссовки кайри иринга. Почему я говорю про них в таком воодушевленном аспекте? Потому что это кроссовки кайри, которые похожи на предыдущие кайри, которые были похожи на предыдущие кайри. И уже несколько лет этот цикл длится, и мы не видим каких-то глобальных изменений. Все, что мы видим, это лишь небольшая модификация, небольшой рестайлинг, как у Гелендвагена. Ну, типа, вы все привыкли, вы все довольно счастливы, берите. Да, конечно, эти кроссовки внешне похожи. Да, конечно, они по своим игровым характеристикам будут схожи, просто по строению. Да, конечно, по размеру. То, о чем я вообще никогда не говорю. Но по размеру они снова такие же, как и все предыдущие 2-3 модели, у которых очень низкий потолок вот здесь, около большого пальца. И всем они кажутся маломерными. По длине стельки все кроссовки кайри одинаковые, нормальные. Но из-за того, что ему делают очень низкий потолок, они всем маломерками считаются. И здесь я рекомендую не париться и взять сразу плюс 0,5. Потому что очень низкий потолок, и у меня с обычным спортивным носком появляется дискомфорт. Я люблю плотное облегание стопы баскетбольными кроссовками, но это слишком, потому что это не то место. И эти кроссовки схожи с седьмыми в данном аспекте. Давайте чуть детальнее. Я расскажу о использованных материалах, а дальше посыпятся фишечки, так сказать, конца. Значит, кроссовки в данной расцветке, я уточню, потому что есть другие расцветки и будут другие расцветки, которые выполнены немножко из других материалов. В целом это у нас текстильное полотно, которое запаяно тонким слоем с верхней стороны. Тонкий слой имеется здесь. Плюс, вы видите вот это вот обрамление, это просто фьюз напаянный. Здесь второй слой, который укрепляет, он также сверху напаян. Благодаря этому вентиляция исключается. Мы забываем вообще про вентиляцию. В этих кроссовках ее нет, не было, ну и, возможно, и не надо. Внешняя сторона, аутриггер. Кайри с аутриггером, это, в общем-то, то, к чему пришли производители спустя пару-тройку моделей на старте. И вот этот вот огромный гипертрофированный аутриггер а-ля сцепление, протектор, бортик стал супер креативным. Посмотрите. Сделали выступающую резиновую вставку, на которой идет маркировка Zoom-Штробель. Вот вы видите четыре буквы Zoom и вот здесь у нас Штробель. Это обозначение системы амортизации. Но посмотрите. Этот выступ, его сделали прямо отдельно стоящим. Им, наверное, можно резать хлеб. Вот так вот. Ну или кому-то ногу в игре. Просто вот этот плавник, который мы встречаем на разных кроссовках в разных местах, сделали совсем в неожиданном месте. Тем не менее, аутриггер достаточно широкий, хорошо выступает. И, как мы привыкли на кроссовках Кайри, протектор немного выходит наружу. Почему немного? Ну, бывало и выше. Тем не менее, это типичная штука. С внутренней стороны все немного иначе, но протектор выходит дальше. Опять же, скрытые символы. Я ими не занимаюсь. У нас по этой части на канале Кирилл. Но я не уверен, что он захочет тестировать данную модель. Хотя, посмотрим. Шнуровка. Значит, у нас 6-7 петель. 7 петель. Это кроссовки, которые скорее высокие, чем 3 четверти. Почему я говорю скорее? Потому что все же не очень характерно выраженный хай-топ. Но, тем не менее, чуть выше косточки, одинаковые высоты края. Поэтому, скорее, они будут плотно, хорошо держать ногу. И это понравится тем, кто любит такую более плотную фиксацию. А 7 петель. Это, в принципе, очень круто для практически всех кроссовок. Потому что для низких иногда делают и больше. Для высоких иногда делают больше. Но, в целом, 7-ка – хорошее число. Что касается непосредственно шнуровки, системы шнуровки. Это туннельная шнуровка. Два элемента кожаных, ну, так, псевдокожаных, конечно, выступающие на 2-й, 3-й и 4-й, 5-й петле – это элементы, уходящие в глубину. В глубину. Ну, это, конечно, не нити Flywire более такие современные. Но, тем не менее, это большой элемент, который подтягивает подошву к стопе. И прижимает, соответственно, стопу к подошве. Более плотная, более жесткая фиксация. И на язычке мы видим такой перекрестный, схожий элемент. Чуть позже вернемся на втором башмаке. Здесь у нас знак бесконечности. Бесконечно долго Кайри делал себе прививку в Молдавии. Но, тем не менее, мы, наконец-то, видим его игру. В области пятки большой элемент из натуральной кожи со сушиком. Логотип игрока на пятке. И вот здесь такие волновые штуки. С внутренней стороны вы видите на общей пене какой-то схожий элемент с выступающим штробелем. Он реально просто непонятно, для чего существует, для, так сказать, диаметрального сходства. Здесь выступающий элемент и здесь. Диаметральный, потому что по диаметру. Все поняли, да? Но для чего он нужен, кроме как собирать пыль, цепляться, я не знаю. Вряд ли у него есть какая-то технологичная штука. Но, тем не менее, на баскетбольных кроссах я такого, ну, достаточно нелепого абсолютного элемента, наверное, давно не встречал. Итак, мы переходим к подошве. Подошва это, наконец-то, то, о чем мы просили производителя множество лет. Кроссовки Кайри. В передней части штробель. Я еще к нему вернусь. Большого размера. Вот здесь, примерно вот такого. И в пятку добавили. Air Zoom. Посмотрите, мы его видим. Да, он небольшой. Мы его тоже увидим чуть позже. Но, тем не менее, он есть. Это у нас кроссовки с двойной амортизацией в передней и задней части стопы. Наконец-то, аллилуйя, Один нас услышал. Я рад, потому что эти кроссовки, они вот как вот держали нас в определенной доле стресса, не появляясь в продаже. Наконец-то появились и оправдали ожидания. Два баллона. И вес кроссовок. К этому я вернусь тоже чуть позже. Закидываю удочки. Достаю второй башмак. Предварительно расшнурованный. Я еще не сказал про тракцию. У нас что-то типа типичного кайри. Какие-то угловатые или наоборот плавные линии. Ну, я думаю, что это, в общем-то, норм для кроссовок кайри. Потому что протектор выступает со всех сторон. Я думаю, что цеплять должны. Второй башмак. Как у нас выглядят вот эти вот стрепы? Уходят вовнутрь. Но что это? Недавно мы разговаривали с вами про Анто GH3 Гордон Хейворд. Гордон Хейворд третий. И там была схожая штука. Вот здесь я не могу понять, насколько далеко уходит материал. Но он меняется вот в этой границе. То есть, эта штука не вытягивается. Она выполнена из псевдокожи. Но вот где-то примерно дальше она меняет структуру. То есть, это другой материал. Значит, в этом месте идет прошитая часть. Насколько глубоко уходит и подтягивает ли ногу, так не понять. Второй элемент точно такой же. Здесь граница чувствуется. Он не тянется. Соответственно, насколько он эффективен? Ну, скорее, более эффективен, чем на Гордон Хейвордах, где он прикреплен к язычку. Здесь он не к язычку прикреплен. И утапливает ногу глубже. Фиксирует пятку. Поэтому я думаю, что это крутой элемент. Насколько крутые вот эти два элемента? Они всегда крутые, потому что они прижимают ногу. Прижимают ногу. Чем ниже вы находитесь к дороге на своем суперкаре, тем лучше у вас управляемость. Тем меньше крена, центр тяжести ниже. И вы намного лучше распоряжаетесь собственной массой в игре. Это важно. Поэтому фиксация этими штуками – айс. Но у нас есть вот такой вот элемент перекрестный, который не выполняет вообще никаких функций. Он примерно как и на Гордон Хейвордах. Ну, то есть он типа на язычке, но фактически бесполезен. Но он есть. Для красоты. Для тех, кто любит бить ДСМ. Не буду громко произносить, нас дети смотрят. Большой логотип, пардон, автограф игрока. На стельке вы видите маркировку, которая обозначает кожу. Кожа и текстиль. Типа синтетики тут нет. Окей, поверим. Достаточно много набивного материала в области пятки, в области ахилла. И я достаю стельку. Это важный момент, потому что внутри вы видите штробель. Вот таким он является амортизацией передней части стопы. Такой же примерно зум турбо по размеру был в шестых-седьмых. А вот в области пятки вы видите выступающий прямоугольник. Это и есть эйрзум, который засунули в пятку. Мы его уже видели здесь. То есть он в восьмерке проглядывается. Но тем не менее, сейчас вы понимаете всю его масштабность. Это лучше, чем отсутствие баллона в пятке, чем вариативный реакт и так далее. Что самое главное? Что добавив два баллона, они умудрились сохранить вес очень легким. 390 грамм для баскетбольных кроссовок. Для баскетбольных кроссовок все, что меньше 400, это очень круто. 390 грамм в десятом размере, с двумя баллонами, элементами из кожи, псевдокожи. Это очень хорошо. Поэтому я так воодушевленно говорю об этих кроссовках. Потому что мало того, что меня порадовала амортизация, так еще и вес. Это даже не 400, а 390 грамм в 21 веке, когда Леброны весят под 600. Итак, я восхищен. Не зря мы ждали. Это кроссовки Кайри, которые будут популярны еще долгое время. Если они, конечно, получат массовое распространение. Если, конечно же, они доедут в разных цветах. И они будут побеждать. Они будут побеждать при выборе, например, с войнотами. Войноты, которые будут на 2000 дороже, в базовой версии, не в Nike by U, а в базовой версии, по технологиям уступая. И Пол Джорджи, которые переехали на React, я думаю, что они будут, возможно, даже легче из-за отсутствия баллонов. Но будут ли они настолько крутые в технологичном исполнении? Маловероятно. Поэтому на этой ноте я заканчиваю. В ближайшие дни мы сделаем обзор еще одной модели Кайри Иринга, которая будет еще легче. Конечно, вы поняли, что это про флайтреп речь. Поэтому оставайтесь с нами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok